Юбилейная вела-ночь в Сыктывкаре снова побила рекорд. В ней приняли участие почти 6 тысяч человек. 5 лет назад участников было всего 500. В этом году велотусовка запомнилась еще и зажигательной программой, экстремальные шоу, розыгрыши призов и даже испытания музейных экспонатов. Сам заезд стал максимально безопасным. Каждый велосипедист был застрахован от несчастных случаев во время вела-ночья. Ольга Коняева присоединилась к масштабной акции. Пять пунктов регистрации. На каждом по 8 волонтеров, а потому никаких очередей. Браслет на руке участника – это и страховой полис на 2 часа, и билет для розыгрыша призов, среди которых велосипеды, айпад, путевка в Казань, абонементы, фитнес-зал. Впрочем, подарки – это не главная цель. Первый раз приехал на велоночь. Вот так чисто ради адреналин взять. Посмотреть себя, попробовать. Живу в Чове. Приехал сюда на праздник, на своем велике. Катаюсь 10 лет. Наверное, самая главная задача вела-ночья – это привлечь внимание, прежде всего, молодежи к активному, позитивному, здоровому образу жизни. Мы понимаем, что все это происходит на любительском уровне, но не всем. Оно и нужно быть профессионалами в спорте. Заботиться о здоровье тоже необходимо. И это один из вариантов, один из способов обратить внимание на свое здоровье. В ожидании пробега есть чем заняться. На площадке ГИБДД тесты на знание правил дорожного движения, фиксация велосипеда в базе данных правоохранителей. Так легче искать в случае угона. В Сыктывкаре уже зарегистрировано больше 20 тысяч железных коней. И приверженцев активного образа жизни становится только больше. Среди них и семья Бизанисов. В этот раз в полном составе. Раньше на всех транспорта не хватало. Восстановили какие-то, какие-то приобрели специально. И вот вообще любим велопрогулки, выезжаем в обычный день, в поле катаемся. Полезное, с приятным. Подышать свежим воздухом, позаниматься немножко спортом. В велосообществе представители целых групп. Вот болельщики строителя, причем со стажем. Им вообще тусовки по душе. Предлагают велоночи почаще устраивать. Работаю, на велосипеде, с работы велосипеде. Как бы для меня это нормальный транспорт. А это команда из Усть-Вымского района. 20 человек. Все трудятся на одном предприятии. И ничего, что утром на работу. Готовились к этому мероприятию. Руководство поддержало нас, выделило автотранспорт. И вот все наши спортсмены, которые увлекаются, приехали сюда, чтобы также вместе со всей республикой отметить этот праздник. Всех поздравляю с Днем России. Всех благ. С велоночью. Ура! Дважды за вечер велотреал от флайбайкса Санкт-Петербурга. Своими кульбитами и сальто виртуозы покорили Москву и Питер. Выступали в Ухте и на Ибице. Велошоу для рейдеров хобби в свободное от профессиональных выступлений время. Больше 10 лет продолжаем заниматься, участвуем в соревнованиях в Санкт-Петербурге. Иногда ездим в Москву. Иногда бывают соревнования на Украине. Бывает, занимаем какие-то места в Санкт-Петербурге. Всегда ведущие. Какие-то рекорды у нас поставим по прыжкам в длину и высоту. Правда, по улицам Сыктывкара гостям-экстремалам проехаться не пришлось. Их велосипеды не для этого. Это велосипед для Эл-Триала. Он называется МОД. То есть он с маленькими колесами, 20-ми. Есть велосипеды большего размера. Это уже велосипеды 100-26 дюймов. Здесь специализированная рама получается. От нее отсутствует сиденье. То есть оно просто нам мешало. Мощные задние тормоза, мощные передние тормоза. Чтобы тормозило и не упасть. И покрышки с хорошим протектором, чтобы хорошо держали препятствия. Еще каких-то 100 лет назад, тогда еще в Уст-Иссольске, ни представить не могли, что когда-то будут вот такие велосборища. Но то, что тогда уже катались на велосипедах, это точно подтверждением тому. Вот этот деревянный велосипед, его купил организатор Национального музея в 1911 году. Это, конечно, не оригинал, поэтому струбовать технику может любой желающий. Подлинник детского прапра велосипеда стоит в музее. Сделан в конце 19 века в селе Кибра. Сейчас это Куратова-Сысольского района. А эти экземпляры исполнены специально для Велоночи. На таком, правда, не разгонишься и далеко не уедешь. Он не поворачивает! Современное развитие велодвижения в Коме внушает уважение даже видавшим виды велотусовщикам. Известный путешественник Женя Рыбин на своем двухколесном помощнике уже и в кругосветке побывал. Но вновь и вновь посещает именно Сыктывкар. В городе не хватает пока только велодорожек. Но и в этом столица региона может преуспеть, считает опытный рейдер. Каждый год я приезжаю в Сыктывкар на разные мероприятия. Сейчас я приехал из города Кургана. И я сейчас больше перенимаю опыт этого города, потому что, на самом деле, честно скажу, очень многие люди смотрят за Сыктывкаром, как это все устроено. Потому что такого движения, как в Сыктывкаре, нет ни у кого. Суперстарт растянулся настолько, что когда последние участники с площади уезжали, самые быстрые уже мчались к финишу. Река велосипедистов текла по улицам города около двух часов. Сопровождение – 200 человек. Медики, сотрудники автоинспекции и волонтеры. Падения хоть и были, но обошлось без травм. По словам велоэкспертов, уровень организации спортивного праздника из года в год растет. И количество участников тому подтверждение. Примерно столько же сыктывкарцев в это же время выбрали зрелище и зажигали на концерте певицы Валерии в честь Дня города. Знаменитость привезла с собой как полюбившиеся композиции, так и новые мелодии. Ольга Коняева, Олег Костромин, телеканал Юрген, Сыктывкар.